Будьте осторожны с алкогольными напитками, и даже если умеете отличить съедобное зелье от ядовитой подделки, не обманите себя сами. О пристрастии россиян к алкоголю читаем еще в древних летописях. «Веселье на Руси есть пити», — говорил еще Владимир Мономах. С тех пор общество не перестает бороться с этим массовым пороком, но он существует до сих пор и процветает. В чем же причина неуспеха? Мы попытались прояснить этот вопрос. Прежде всего мы рассмотрели все правительственные постановления за несколько последних десятилетий. В них, как и в пьянстве, не содержится ничего нового. Вот варианты правительственных указов. Указ первый. Запретить продажу алкоголя в ночное время. Ответ населения. Будем покупать с рук с наценкой. Вводим братья таксистов. Появятся специальные точки, где всегда это можно купить. Будем пить больше пива. Или джин-тоник, или яблочный сел. Указ второй. В разы повысить цены на алкоголь. Ответ населения. Будем покупать в аптеках настойки. Овса, боярочника, календулу можно. Будем брать тройную деколону или цветочник. Указ третий. Ввести сухой закон. Ответ. Ну, будем брать динатурат, палитуру, клей БФ, стеклоочиститель. А может, у наших граждан есть свои предложения, как остановить пьянство? Надо печатать на бутылках череп с костями, как на траве. Это может повлиять как в психологическое воздействие. Надо добавлять в еду пищевые добавки из грибов-навозников. Это вызывает рвотный рефлекс и отучает от алкоголя. Надо всем пьяницам вывязать в порядке в шить торпеду. Тогда они остановятся и не сдохнут. Туда и на дорогу. А может быть, наши предки были мудрее? И стоит ознакомиться с их опытом. Заглянем в прошлое. Наши предки были суровы и радикальны. Применяли к пьяницам набор пыток, таких как порка, дыба, испанский сапог, литье расплавленного свинца и прочее. Применялись и способы устрашения. Вот один из них. Дать пьянице напиться до удурения. И когда на него нападет слон, отнести ему мертвецкую и положить рядом спокойненько. Это так и запереть на ночь. Это был очень эффективный способ. Хотя некоторые лишались не только тяги к алкоголю, но и рассудка. К сожалению, даже такие меры не помогли. Как пили, так и пьют. К счастью, на помощь обществу пришли нанотехнологии, которые так активно внедряются в нашу жизнь. О новейших методиках и открытиях ученых в области борьбы с пьянством мы расскажем в следующих выпусках нашего журнала.